Издательский дом Городец. Герт Нюгурцхаук. Зоопарк доктора Менгеле. Время от времени я возвращаюсь в те памятные дни, которые провел в тропических дождевых лесах Венесуэлы и Бразилии. По вечерам, когда пирога приставала к берегу, индейц Канайма Томас у костра рассказывал мне невероятные истории о сельве, о тропическом лесе, о великих джунглях, находящихся на грани истребления. Я помню, о чем говорили за бокалом рома в баре Сталинград нищего прибрежного города Кумана. Здесь обсуждали версии бесследного исчезновения в джунглях к югу от реки Шингу легендарного английского капитана Перси Фосета, отправившегося более 50 лет назад на поиски древних цивилизаций. Именно Фосет дал название более сотни коренных индейских племен. На сегодняшний день их осталось не более десяти. Ущерб, нанесенный дождевым лесам и их жителям, невозможно оценить. Действительность намного хуже, чем это можно описать в романе, а последствия осознать невозможно. Обращаю внимание читателей на то, что в книге я умышленно смешиваю португальский и испанский языки, а также добавляю местные словечки и выражения. Мне хочется избежать привязки к конкретной стране или региону той части мира, где происходит основное действие. Название животных и растений я использую «настоящие». Страумен. 22 ноября 1988 года. Герт Нюгерцхаук. Глава первая. Белое, как ядро кокоса. К юго-востоку от деревни на холме золотисто-зеленым светом от низкого вечернего солнца светилась роща магнолий. Мягкий, влажный, едва заметный ветерок приносил слабоватый запах с легким едким оттенком конфорейра, камфора. В самой гуще зелени возвышались цветущие жакаранды, словно фарфоровые маяки они приманивали всех птиц, от грифов и ибисов до любящих совать свой клюв не в свои дела туканов. Стайка желтых бабочек, статир, вылетела из своего укрытия после мощного, но недолгого послеобеденного ливня и полетела в сторону деревни, привлекаемая яркими запахами цветов и овощей с рынка. Было жарко. В джунглях парило. «Пошел прочь, маленький негодник! А не то призову всех духов! Абоха и Кахими! Заползут они ночью к тебе под одеяло и вопьются в тебя своими ядовитыми зубами!» Худощавый старик, продавец кокосов, вбил своей потрепанной шляпой маленького басового мальчишку, одетого в отрепье. Тот ловко уворачивался, звонко смеясь и дразня старика. Мина Ахиллесу Португезе. Было шесть лет, и у него выпали уже почти все молочные зубы. Он спрятался за огромным платаном. Продавца кокосов он ни капли не боялся. Никто из детей не боялся старика Уэссебио с его тележкой. Хотя именно он пуще всех ругался и кричал громче всех, когда мальчишки приближались к его прилавку с кокосами. Все прекрасно знали, что в глубине души Уэссебио добряк. Случалось, именно от него им перепадал целый нетреснувший кокос. Далеко не все торговцы на рынке дарили детям бедняков целые кокосы. «Минолита, иди сюда! Мы кое-что нашли!» — позвал мальчика его друг Лукас. Мина выскочил из-за платана, перемахнул через гору стоявших на окраине рынка старых ящиков от овощей. Лукас, Пеппе и Армандо стояли и тыкали палкой в деревянный ящик с гнилыми коричневыми капустными листьями. Мина взглянул в ящик. «Сапито!» — воскликнул он. «Маленькая белая жаба! Смотрите! Она пытается спрятаться в гнилой капусте! Не обижай ее, Армандо!» Армандо, которому уже исполнилось 10 лет, и он считал себя почти взрослым парнем, отбросил палку. Вместо этого он достал из кармана брюк веревку и сделал из нее вполне профессиональную удавку. «Сейчас мы ее подвесим, и все торговцы с кокосами побросают свои тележки. Она ведь ядовитая! Скажу я вам, мой дед чуть не умер из-за такой вот жабы!» Армандо аккуратно опустил удавку на голову жабы и затянул ее. Лукас, Пеппе и Мина в ужасе отпрянули. Жаба вырывалась, билась, вытягивала свои длиннющие задние лапки, на ее стеклянных глазах появилась поволока. Армандо прыгал от радости и дико хохотал, держа удавку как можно дальше от себя. Вдруг жаба совершила какой-то невероятный, неожиданный рывок и рухнуло на голое бедро Армандо. Он взвизгнул и выпустил веревку, жаба тут же забралась под ящики от овощей и исчезла. На бедре Армандо осталось красное воспаленное пятно, словно он обжегся о куст мухаре. Лукас, Пеппе и Мина, не отрывая глаз, смотрели на пятно, ожидая, что в любой момент оно загорится, заполыхает, перекинется от бедра на пах и дальше, на живот, на грудь. Огонь охватит всего Армандо, его кожа станет похожа на кожу молочного поросенка на вертеле, и он умрет. Все знали, что белые сапос ядовиты. Но пятно не увеличивалось, а Армандо не бледнел. Совсем скоро его щеки стали обычного цвета, а глаза снова засверкали. «Вот дерьмо!» — выругался он и ударил ногой по ящикам, под которыми скрылась жаба. «Дерьмо! Пойду смой эту слизь. А потом отыщу большие толстые скорлупки от кокоса и отнесу их домой маме Эсмеральде». Словно порыв ветра, он метнулся между торговцами овощей и исчез на другой стороне платана. Пеппи пошел за ним. «Сегодня ночью он умрет», — сказал Лукас, взяв Мина за руку. Два шестилетних мальчика серьезно кивнули друг другу. Мина осторожно приближался к краю леса. Его босые ноги тонули в коричнево-красной топкой земле, на которой отец Маконда тщетно пытался вырастить таро. Вялые росточки грустно клонились к бесплодному илу, который едва ли можно было назвать почвой. Джунгли окружали деревню со всех сторон, оставляя лишь тонкую полоску трясины, на которой можно было что-то посадить. Но отец Макона не сдавался. Снова и снова он высаживал свои таро. Мина остановился и поднял ветку, упавшую с одного из огромных деревьев. Она отлично ему подходила, потому что была похожа на букву Y. Мина достал из кармана сетку от комаров, сшитую в форме кошелки, длинной колбасой, открытой с одной стороны. Он осторожно надел сетку на две стороны буквы Y и оп! В руках у него оказался прекрасный сачок. Именно здесь, на самой окраине джунглей водились самые красивые морепосос, бабочки. Отец сказал, что сегодня ему были нужны две большие синие морфо. Мина подумал о жабе, укусившей Арманда. Тот наверняка сейчас лежал с лихорадкой. Мина шагал осторожно, внимательно глядя себе под ноги. Не исключено, что в этом коричневом или тоже полно белых жаб. Мимо пролетела большая апельсиново-желтая бабочка Арганте и села на один из увядших росточков тара. Мина знал название большинства бабочек, водившихся в джунглях. Отец обучил его всему, о чем говорилось в большой энциклопедии. Мальчик медленно подкрался к растению, держа сачок наготове, а затем быстрым движением накрыл им бабочку. На тренированными маленькими пальчиками он быстро сжал тельце насекомого, не слишком сильно, чтобы не повредить ее, но достаточно, чтобы она потеряла сознание. Потом он достал из кармана маленькую металлическую коробочку и закрыл бабочку там вместе с ватным шариком, смоченным в эфире. Так умерла бабочка. Каждый раз, держа в руках сачок, Мина чувствовал себя настоящим охотником. Он был великим охотником. Выходя на охоту за бабочками для отца, Мина никогда не брал с собой друзей, ведь в кармане он носил смертельное оружие — жестяную коробочку с ядовитым газом. Отправляя Мина на охоту, отец всегда исполнял тайный ритуал. «Минолита», — говорил отец, а потом произносил то самое сложное слово. Этилоцетат. «Мина должен был повторить это слово, потом они кивали друг другу. Потом отец незаметно от матери пробирался в ванную, отщипывал маленький кусочек ваты от куска, хранившегося в верхнем ящике комода. Они оба еще раз кивали друг другу. А потом Мина шел за отцом в пристройку. Там под крышей, за балкой, так высоко, что даже отцу приходилось подниматься на ящик, стояла бутылочка. Бутылочка с каплями смерти. Отец смачивал ватку и быстро убирал ее в жестяную коробочку, подставленную Мина. Этой ватке хватало на много часов. Мина дошел уже до первых деревьев, растущих в джунглях. Он настороженно оглянулся. За Морфа нужно идти в джунгли. Именно там водятся красивые, цвета голубого металла, небесные бабочки. Поймать их трудно. Обычно они летают высоко, слишком высоко. С очком Мина не дотянется. Но иногда они спускаются вниз к просвету между деревьями и садятся на траву. И тогда нужно очень осторожно подкрасться к ним. Мина знал, что Морфа надо ловить именно в это время. Было уже поздно, через час стемнеет. Именно в этот час Морфа спускали с верхушек деревьев, словно сверкающие голубые лоскутки, и садились на землю. Отец получал за Морфа в десять раз больше денег, чем за статира или арганте. В джунглях было тихо и влажно. От поникших листьев, на которые он наступал, поднимался пар. Прямо перед ним в страхе выскакивала всякая мелкая живность. Лягушки, меднозеленые игуаны. Мина любил джунгли. Он совершенно не боялся их, хотя из-за огромных деревьев здесь всегда царил полумрак. Но заходил не слишком далеко, чтобы слышать шум и крики в деревне. Субтитры создавал DimaTorzok